Трагедия. Жуткая трагедия в Донецке. Снаряд разорвался на спортивной площадке, где играли школьники. Двое погибли. Есть и раненые. Подробности узнаем у Руслана Смещука. Он с нами на связи. Руслан, что тебе известно о случившемся? Мы тебя слушаем. Алексей, действительно, свое включение я начну с трагической информации. Сегодня в Донецке в результате боевых действий погибли дети. Как сообщают, снаряд взорвался на территории двора 63-й школы. В этой школе когда-то учился Ренат Ахмедов. В то время, когда там во дворе ученики играли в футбол. В результате этого взрыва двое детей погибло. Еще четверо человек было госпитализировано. И уже в штабе антитеррористической операции по этому трагическому случаю сделали официальное заявление. Позиция принциповая. Забудьте, каких условий мы не ведем в огонь по мирным кварталам. Там, где мешают мирные мешканцы. Своё возмущение и соболезнование родственникам погибших выразил также и сам Ахмедов. И вот сегодня же мы побывали на позициях, которые ближе всего находятся к Донецкому аэропорту. Позиция украинских силовиков в поселках Пески и Первомайское. Вот вы знаете, вот все то время, что мы там были, мы слышали звуки разрывов и стрельбы. И вот похоже, что ситуация, ну, никоим образом не стремится к стабилизации или вот к некому режиму тишины, к перемирию. И вот также те силовики, с которыми мы общались, сказали нам, что им противостоят регулярные части российской армии. Вчера тоже бомбили нас миномётами. Спасибо Путину за достойного противника. Подразделение Псковской дивизии Востушно-десантных войск. И такие, также и остальные подразделения Российской Федерации. Регулярная армия. Ну вот бойцы говорят, что несмотря на такого серьёзного противника, отступать со своих позиций они не намерены. А в случае же атаки боевиков или вот массированного нападения на их позиции, они ответят вот так. Тут у нас очень хорошие укрепленные позиции. Даже если у них техники больше, то мы их застрянем достойно. Это 100%. Вот также мы пообщались с людьми, которые не бежали от боевых действий, а стали жить вот там практически на линии фронта. И вот они нам показали, что периодически прилетает в их дома и дворы. Ну это ещё ничего. Там есть местами... До нас не добралось это. Это осколочно-фугасные. А там были фугасы. Там воронки метра по два, по два с половиной в глубину. А наш фугас, он же заглубляется, а потом взрывается. Ну до нас такие не долетели. Ну вот так же там, в прифронтовой зоне, нет электричества, перебои с стройматериалами, стеклом и водоснабжением. А за пенсиями люди ездят за несколько десятков километров, вынуждены для того, чтобы получить свои деньги, выстаивать несколько дневные очереди. Но тем не менее, несмотря на все те тягости, которые свалились на голову людей, такие люди, как Валентин, несмотря ни на что, остаются там, где они живут, и там же собираются зимовать на своей украинской земле. Не принимал украинскую власть. Те уехали вообще в Россию. Председатель фельсовета сбежал к такой матери. Нам бы немножко линия фронта чуть отсунулась, мы бы как-то перезимовали, и люди бы вернулись, начали восстанавливать свои дома. Алексей, ну вот таким мы видели этот день в прифронтовой зоне и под Донецком. Мы продолжаем следить за развитием антитеррористической операции здесь, на востоке страны. Руслан, ты начал с трагедии, со смерти детей. Я могу лишь добавить, что буквально несколько минут назад министр иностранных дел Климкин уже призвал ОБСЕ прислать экспертов в Донецк для расследования гибели детей на школьном стадионе. Тебе спасибо за работу. Это был Руслан Смещук. Рассказал все, что он видел сегодня в Донецке и области.